Росгвардия принимает на службу помилованных заключенных, которые воевали в составе частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщило издание «Важная история» со ссылкой на родственников вагнеровцев и отделы кадров подразделений Росгвардии. Попасть в российские правоохранительные органы могут бывшие наемники, совершившие преступления небольшой и средней тяжести. Военных, по словам источников издания, берут не на руководящие должности и даже не в средний офицерский состав. Например, в ведомстве Ростова-на-Дону предлагают отправиться охранять стратегические объекты в оккупированную часть Донецкой области. Сообщения о наборе в Росгвардию появились в закрытых чатах родственников-наемников частной военной компании «Вагнер» в конце лета. Продолжим обсуждать эту тему. К нашему эфиру уже присоединяется российская правозащитница, глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга, доброе утро. Рада приветствовать вас. Доброе утро. По данным ваших источников, подтверждается ли информация о том, что бывшие заключенные, помилованные Владимиром Путиным секретными указами, направляются в ряды Росгвардии? Теперь, видимо, будут задействованы на оккупированных территориях, ну и, может быть, будут разгонять некие одиночные пикеты и протесты в российских городах? Вы знаете, этого следовало ожидать, хотя я не ожидала именно такого цинизма, конечно, производить впечатление. Значит, в чем состоит суть вот этого явления? Дело в том, что когда Пригожину было предложено, поручено забирать, вербовать заключенных из зон, никто не предполагал, что эти заключенные вернутся назад в Россию. Вот этого не было совсем. Пригожин говорил, что он вернул 32 тысячи заключенных, на самом деле их меньше, порядка 25. Но дело в том, почему они вернулись? Потому что Пригожин поссорился с Шойгу и вывел ЧВК Вагнер с фронта, иначе бы они по-прежнему оставались там. И никто бы никуда не вернулся. Насколько я знаю, существовавший план, его приписывает авторство Сергея Кириенко, замглава администрации президента, который курирует внутреннюю политику, заключался в том, что эти заключенные остаются на оккупированных территориях. Примерно так же, как в свое время строились крепости на Кавказе. Ну, условно говоря, крепость Грозный, которая была построена генералом Ермоловым именно с целью как форпост Российской империи на новых территориях. И примерно так же предполагалось, что будут бывшие заключенные каким-то образом охранять что-то, наводить порядок, ну, именно на оккупированных территориях и назад в Россию не вернуться. И таким образом не встанет вопрос, как он стоит сейчас, о резком росте преступности, который, конечно же, есть. И это такой постпенциарный, поствоенный психоз, который, прежде всего, заключается в росте преступности. Для них это, в принципе, тоже выход. И выход очень неплохой. С тех пор, как они вернулись домой, они не стали кому-то нужны. То есть по-прежнему нет никакой реабилитации, никакой ресоциализации, никакой ни социальной, ни психологической поддержки. И люди предоставлены сами себе, и они ничего не умеют. И, естественно, они никаким образом не вылечились психически ни от тюрьмы, ни от войны. Работы у них нет и не будет, никаких квартир им не выдают, никаких обещанных высших образований бесплатно университетов никто им, конечно, не предоставляет. Да они и сами этого не хотят. Они не хотят ни работать, ни учиться. Все, к чему они приспособлены, это убивать, насиловать, сдерживать и так далее. Еще, конечно, мне очень нравится формулировка, что они набирают только людей, совершивших преступление небольшой и средней тяжести. Убийство двух и более человек в состоянии аффекта считается в России преступлением в средней тяжести. Я напомню. Или, например, причинение смерти по неосторожности. То есть вполне себе убийства пойдут под среднюю тяжесть, но нигде не сказано, что не берут, например, рецидивистов. То есть человек может сидеть трижды за убийство, а четвертый раз за причинение телесных повреждений не добивал. И это средняя тяжесть вполне. То есть, на самом деле, это высасывание пылесосом, оставшихся на свободе бывших заключенных, имеющих боевой опыт. И, в общем, высасывание и отправление их туда, откуда они, собственно, и вернулись, на оккупированную территорию. И надо сказать, что я не уверена, что они в итоге не попадут обратно на фронт, хотя бы и в качестве росгвардейцев. Собственно, мы с вами видели совсем недавно скандал с кубинцами, с гражданами Кубы, которых тоже завербовали, обманом привезли. И вообще, как бы, в роли строителей. Они оказались на передовой. Ничто не мешает и бывшим заключенным в качестве росгвардейцев казаться ровно там же. Евгений Пригожин называл в бытность цифру 32 тысячи человек. Именно столько, по его словам, бывших заключенных было помиловано президентом России. Очевидно, что Росгвардия не в состоянии поглотить тысяч бывших заключенных. Какие еще пути выбирают бывшие заключенные? Набирают ли, возможно, их в ряды каких-то новых частных военных компаний? Сообщалось о том, что белорусская частная военная компания пытается как раз родиться на пепелище ЧВК «Вагнер». Ну, вы знаете, из бывших заключенных ничего родиться на пепелище совершенно не может. Поскольку даже и полгода войны, там именно не служба, там война, она не приносит никаких новых навыков, кроме навыков убивать от пушечного мяса. Больших навыков-то и не требуется. Чудом, что выжили. Нет, Лукашенко набирает именно вагнеровцев с другим боевым опытом. Прежде всего, с африканским, с сирийским. Вообще, в Белоруссии довольно мало бывших заключенных. Толку-то от них особо немного, поэтому, в основном, они были все отправлены в Россию. Я еще раз повторю, что их не 32 тысячи, Пригожин в свое время поднаврал, но их не меньше 22-25 тысяч. Причем, в основном, они уже вернулись в тюрьму, где их снова и снова будут теперь вербовать на этот раз Минобороны. Они это делают все равно. И мы получаем сигналы даже из изоляторов временного содержания, еще не доходя до суда, их снова вербуют на войну, и они отправляются. Сейчас речь идет именно о том, чтобы забрать оставшихся людей, забрать в Росгвардию. И да, их привлекают в другие частные военные компании, но неохотно. Если Росгвардия может это сделать, приказать, и, видимо, то и происходит, то в частные военные компании их берут очень неохотно, поскольку управлять бывшими заключенными нужно иметь навык. У Пригожина он был. Масштабы тех вербовок, которые сейчас происходят в российских колониях и в российских СИЗО, о которых вы упомянули, соответствуют тем масштабам, когда вербовал Евгений Пригожин в ряды частной военной компании «Вагнер» российских заключенных? Вы знаете, да, я бы сказала так, что сейчас вербовка поставлена на конвейер, и если Пригожин летал от зоны к зону на вертолете, это была точечная вербовка, то есть он прилетал и забирал там несколько сотен человек, потом прилетал в другую и забирал несколько сотен человек, то сейчас этот конвейер, он так сетью работает по всей стране и забирает понемногу, но самое-то главное, что стало обыденностью набор в женских колониях, это стало обыденностью, и буквально вчера мы получили сообщение из женской колонии в Ленинградской области Саблина, там два дня работают вербовщики и Министерства обороны, набирают снайперши, и требования к кандидаткам такой крайне, я бы сказала бы, суженной, не берут террористок, не берут госизменщиц и не берут женщин, совершившие преступление против половой неприкосновенности. Не берут пока мужчин брали с гепатитом и с ВИЧ, женщины пока с гепатитом и с ВИЧ не берут, собственно, все. В колонии 800 человек, и под эти критерии подходят 300 из них, и женщины считают, я с ними разговаривала вчера и сегодня утром, они считают, что 300 заберут, пока записалось несколько десятков женщин, но это уже какие, в общем, даже не новости, даже не новости. Означает ли это, что остальных, тех, кто не записался самостоятельно, добровольно заберут насильно на фронт? Я думаю, что речь пойдет о мужчинах в ближайшее время, тех, кто не записался самостоятельно, заберут по-другому. Женщин пока нет, пока нет, но, судя по всему, идет такая полномерная работа и охота за женщинами-медиками. Вот их, я думаю, будут забирать, может быть, и без их согласия, но, знаете, пока сопротивления мы не видели. Субтитры создавал DimaTorzok